Приветствую вас, уважаемые трейдеры, на торговой сессии Среды. Снова на площадках анализируем события, которые сложились и имели место быть в ходе вчерашних торгов, ну и, безусловно, смотрим на те отчеты, которые впереди. Новостной фон в целом продолжает быть посвящен тому, насколько сильно ухудшаются, насколько стремительно ухудшаются отношения торгового характера между США и Китаем. И признаю, друзья, то, что если вас интересуют глобальные экономические тренды, ну не обращать внимания на то, как обстоят отношения с ведущими экономиками мира, сейчас попросту нельзя. Потому что, в конце концов, если эта уже идущая острая торговая война продолжится с использованием того же самого инструментария, как и сейчас, в конце концов, пострадают темпы экономического роста всей мировой экономики. Мы сейчас чуть поговорим про взаимные торговые барьеры и импортные тарифы, которые применяются в США против Китая, ну и в порядке ответных действий со стороны Китая против уже США. Эти барьеры затронули на текущий момент уже практически 2,5-3% мировой торговли. И если мы с вами говорим о том, что на текущий момент импортными тарифами обложено порядка 50% всего китайского импорта в США, то, соответственно, если Штаты не остановятся на достигнутом, в конце концов, под новые таможенные пошлины подпадет весь китайский импорт. И затронут уже в масштабах всей мировой экономики, будет 5% всей мировой торговли. Прежде всего, друзья, конечно же, такая тенденция нездоровая ударит по экспортно-ориентированным развивающимся рынкам. Мы уже видели своеобразную репетицию того, как развивающиеся площадки реагируют на эти глобальные риски и на новые витки санкционной агрессии США. Я имею в виду под репетиции ту же самую Турцию, отчасти эксперимент с Россией, который продолжается уже не один год. Но мы все равно продолжаем убеждаться в том, что отдельными странами решительность Штатов и агрессия, мягко говоря, недооцениваются. И в конце концов, когда приходит понимание, что на самом-то деле меры-то являются жесткими, тут же это находит отражение в темпах оттока с Emerging Markets, с развивающихся площадок. Это находит свое отражение в спросе на национальные облигации. Ну и, разумеется, это сказывается на динамике национальных валютных инструментов, которые стоят за этими странами. Вспомните обвал лиры, вспомните обвал рубля, который сейчас немножко откатился. Есть, конечно же, несколько причин, с чем это могло быть связано. Мы это попробуем сейчас объяснить. Я думаю, друзья, что для тех из вас, кто следит за фундаментом параллельно со мной, вы и без того знаете, что закладывается в основу, чем рынок дышит. Это я имею в виду рынок российских фондовых активов и рынок рубля. И, наверное, делаете абсолютно правильные выводы о том, что худшие времена еще не позади, а, скорее всего, впереди. Потому что при всех тех факторах, которые сказались на курсе рубля, мы отдельно выделяли санкции со стороны, собственно, США, мы выделяли динамику национального рынка ОФЗ, того, что происходит с доходностью этих активов. И мы говорили про нефть. И здесь новостный фонд остается неизменным. Везде есть серьезный потенциал ухудшения ситуации, обострения экономической конъюнктуры. Поэтому не хочу расстроить тех, кто верит в рубль, но хочется лишь руководствуясь реальными, сделать, на мой взгляд, единственный правильный и обоснованный вывод. Но вывод то, что текущая динамика рубля – это не что иное, как техническая коррекция, попытка рубля засыпиться за хоть какой-то маломайский позитив. Но в целом это лишь передышка для покупателей, которые продолжат активно ставить на еще большее укрепление доллара и евро против валют развивающихся стран. Что касается повестки текущего экономического календаря, вернемся к нашему традиционному сценарию. То сегодня денек по насыщенней на фундамент, чем прошлые торговые сессии. Сегодня мы прежде всего ждем данные по инфляции. По Англии в 11.30 по московскому времени выйдет этот релиз. После этого мы ждем выступления председателя Европейского центрального банка Марио Драги в 16.00 по московскому времени. Соответственно, влияние на курс евро. Хотя, думаю, что евро так и останется вялым инструментом. В 17.30 запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах. Вот здесь уже, конечно же, мы ожидаем серьезного влияния на то, что происходит с нефтью, потому что нефтянка в прямом смысле запуталась и вынуждена сейчас реагировать на смену рыночных настроений трейдеров, которые немного неадекватно реагируют на отдельные комментарии отдельных стран ближнего восточного окартеля. Об этом, конечно же, мы поговорим. Запасы – это статистика трендовая, цикличная. Мы разбираем этот релиз каждую неделю и знаем то, что этот отчет влияет на то, что происходит с рынком нефти. Забегая вперед, хочу отметить, что вчера у нас была своего рода неплохая, положительная для продавцов репетиция в виде отчета от Американского института нефти. Запасы выросли. Может оказаться так, что и официальные данные недалеко уйдут от этой статистики и в целом укажут также на прирост. Это как раз очень хорошее подспорье для развития нисходящей динамики. И, друзья, хочу отметить еще один отчет. Он, правда, ожидается не в рамках текущей торговой сессии, а уже переходит со среды на четверг в час 45 по московскому времени, фактически ночью. ВВП Новой Зеландии. Новозеландцы – это еще один инструмент, которым мы с вами спекулируем. Очень близки мы к цели. Соответственно, если данные по темпу экономического роста Новой Зеландии совпадут с ожиданиями экспертов, может посмотреть на содержание экономического календаря, в годовом выражении ожидается спад, то новозеландская валюта окажется под локальным давлением, вызванным как раз слабым отчетом по экономическому росту. Вот 0,65. Я уверен, что цель мы с вами сделаем в ближайшие дни. Но я даже полагаю, что какой-то дополнительной поддержки с моей стороны идею того, что новозеландец ослабнет, для вас уже не нужно, потому что вы и без меня знаете, видите все риски, которые характерны для валют стран Океания, для австралийца и Новой Зеландии. Мы вообще можем закрыть глаза на статистику, просто говорить и рассуждать о перспективах этих стран и, соответственно, инструментов, которые за ними стоят на основании того, что происходит с Китаем. Вот плавно мы так перешли на тему отношений США и Китая, хотя я уже в начале брифинга чуть затронул ее. Хочется лишь для вас еще раз повторить хронологию событий, с которыми мы работаем. В ночь с на втором, вы помните, Трамп все-таки вел импортные тарифы на китайскую продукцию, это правда 10% тарифы, никак обсуждалось ранее 25% тарифы. Но все равно, наверное, сути дела-то не меняет, ограничения барьера и тарифы, они и в Африке таковыми и являются. Согласитесь, очень сомнительное удобрение, скажем так, для почвы в преддверии запланированных ранее переговоров. Но Трамп не прислушался к комментариям своих советников, которые говорили, что лучше сейчас не обострять ситуацию, нужно встретить китайскую делегацию, понять, насколько они сейчас готовы идти на уступки, выйти на какое-то соглашение и снять вот эту геополитическую напряженность с рынка. И в частности, вот со стороны советников Трампа эта идея, на мой взгляд, поддерживалась тем, что очень скоро промежуточные выборы, и, соответственно, многих начинает напрягать то, что происходит в отношениях между США и Китаем, и многих напрягает оппозиция того, что именно США являются возмутителями глобального экономического спокойствия. Но Трамп руководствуется другой позицией. Он все комментарии, которые бы он ни делал касательно именно торговых отношений с Китаем, подает под правильным, скажем, соусом, делая акцент на то, что это те действия, которые защищают внутренних производителей. И даже вот последний виток агрессии со своей стороны, установив тарифы на китайский импорт в 10% и пообещав, что если Китай пойдет на ответные меры, США ведут дополнительные тарифы уже на остаточный объем китайского импорта, то есть на сумму, в годовом выражении, 267 миллиардов долларов. Это все было сопряжено с комментариями о том, что Трамп не позволит создавать препятствия для национальных фермеров. Ну, возможно, такая тактика именно формирования дополнительных очков, что ли, популярности набила рейтинга и сработает, потому что Трамп очень, скажем, стратегический, мыслящий политик и, может быть, рядовых потребителей, которые когда-то голосовали за него, он знает, куда лучше многих и знает, в принципе, что нужно сейчас давать народу для того, чтобы сохранить необходимое доверие к своей кандидатуре. Но нас, возможно, эта политическая тема даже особо не интересует, все-таки нам важно, чтобы финансовые рынки ходили, постоянно были в интенсивных движениях, потому что за ними скрываются как раз и возможности по извлечению профита. Ну, возвращаясь, собственно, к теме отношений США к Китаю, хочу отметить, друзья, что вчера стало ясно, что Китай не будет отсиживаться в стороне, поскольку уже ранее была озвучена такая позиция и Китай, собственно, не стал что-либо менять. В ответ на те действия, которые были приняты штатами в отношении Китая, Пекин пошел, собственно, на ответные действия и также установил импортные тарифы на поставки со стороны США на сумму 60 миллиардов долларов. Вступит ровно в тот же день они так же, как и американские тарифы против, собственно, Китая 24 сентября, друзья. И плюс ко всему Китай обратился в ВТО с просьбой, опять же, разрешить текущий вопрос и разобраться в том, что сейчас происходит, фактически было инициировано это разбирательство. Китай имел полное право на это, потому что действительно штаты сейчас переходят вот эту черту общего мирового экономического порядка и будущие члены этой организации явно плюют на принципы, которые обязывались соблюдать. Будем следить за тем, как обстоит и пойдет риторика по этому вопросу уже в рамках ВТО. Но что-то подсказывает мне Трамп уже делал заявление о том, что плевать вообще на позицию ВТО, особенно эта организация ее позиции не интересует и если что-то будет совсем из ряда вон выходящего, все равно что-то Америки просто выйдут из данной организации. Соответственно, друзья, какие мы выводы делаем из того, что сейчас есть в отношениях США Китая. В том, что эскалация торговых споров противоречит, переросла в торговую войну, это факт совершенно очевидный, я думаю, будем называть вещи своими именами. Дальше будет только хуже, ответные действия со стороны Китая последовали, а соответственно США сейчас должны держать планку и как и обещали ввести дополнительные пошлины на еще 267 миллиардов. Поэтому спустя какое-то время, может быть месяц, другой, мы с вами вынуждены будем говорить о том, что американские пошлины действуют на весь китайский импорт. И в начале облифинга уже говорил вам о том, что под угрозой окажется 5% всей мировой торговли со всеми вытекающими негативными последствиями для глобального экономического роста. Как это отразится на рисковых активах, вам решать уже, друзья, особенно в отношении тех инструментов, которые относятся к регионам развивающихся рынков. Я думаю, что вывод здесь абсолютно очевидный. Тому же самому рублю придется очень и очень не сладко. Ну, давайте теперь в экспресс ключе пробежимся по основным инструментам. Нефтянка Хай 79, 72, это в рамках вчерашних торгов, 78, 57, это уровни, которые мы видим сейчас. Собственно, такая локальная мгновенная перезагрузка рынченных настроений после нескольких сессий распродаж подряд резкий разворот и котировки фактически снова вернулись в район 80 долларов за баррель, не протестировав этот уровень, в очередной раз откатываются. Причина, которая поспособствовала такому росту, это сообщение со ссылкой на Саудовскую Аравию, которое высказало свою позицию относительно текущих цен на нефть и относительно тех цен, которые возможны мы увидим в ближайшее время. В частности, Саудовская Аравия абсолютно удовлетворена текущими ценами 80 долларов за баррель и поскольку весьма актуальной темой является санкции США против Ирана, скорее всего котировки из-за недостатка предложений будут получать поддержку и соответственно развивать еще более выраженную установительную динамику. Все, друзья, я тут же хочу поставить точку на этом фундаменте, но надеюсь, что вот эти комментарии, которые совершенно никак не соотносятся с реальностью, с действительностью, потому что мы с вами говорим и рассуждаем не предположениями, мы с вами говорим про цифры, и я с вашего позволения сейчас не буду снова говорить о том, сколько где нефти добывается, как изменится глобальная экономическая картина, и стоит ли Иран восстановить количество угрозы для глобального предложения, надеюсь, вы это знаете. Соответственно, рынок повелся на комментарии Саудовской Аравии, при этом, друзья, очень быстро забыли о том, что Саудовская Аравия сейчас среди стран ближневосточного картеля динамичнее всех наращивает объемы добычи, напоминаю, что в рамках ОПЕК прирост за последние 9 месяцев стал максимальным, за все время, скажем, накопления и наблюдения за статистикой, тоже здесь, на мой взгляд, выводы абсолютно очевидны. Что касается рисков для глобального экономического роста, то их вынужденно поставили на паузу, хотя очень неправильно, я думаю, что в свете, опять же, ответных действий со стороны Китая мы сейчас и должны рассуждать о том, как этот конфликт отразится на темпах экономического роста. Не забывайте об этом. Впереди у нас встречи технического комитета, который состоится в Алжире. Честно говоря, скажем, источник, с которым я знакомился буквально вчера относительно повестки этой встречи, там явно была ошибка с датой, мы ориентировались с вами на следующую неделю, а эта встреча состоится уже в эти выходные, то есть в понедельник нас ожидают довольно интенсивные и интересные торги. Напоминаю, что обсуждать-то будут как раз возможности увеличения лимита по доп. добыче свыше 1 миллиона и это еще одна угроза для накопления сверхпредложения. Ну и конечно же сегодня локально в 17.30 у нас запасы, вчера вышел положительный для продавцов, поскольку запасы выросли от счета от американского института нефти, если официальные данные укажут на хорошее значение, соответственно, у нефти будет еще одна причина для снижения. Доллар-иена, друзья, майские максимуму зафиксированы по доходностям американских облигаций, фактически нахождение десятилеток трежеясь выше 3,05% это сейчас актуальный показатель доходности, поддерживает ралли доллара, мы с вами ждем решения по процентным ставкам, мы верим в том, что риторика Федрезерова останется исключительно жесткой, мы признаем тот факт, что доллар крайне уверенно обходится без негатива для себя из-за роста геополитической напряженности, то есть демонстрирует бодрость даже тогда, когда, по идее, должен был бы уступать инициативу инструментам с более выраженными защитными свойствами. Тем не менее, даже несмотря на эскалацию торгового конфликта, трейдеры не уходят сейчас в японскую иену в виде вероятно большего потенциала в ралли доллара, которое последует опять же неизбежно по мере приближения заседания Федрезерва. Поэтому по доллару и иене мы сохраняем длинные позиции. Доллар, канавис, друзья, снижаемся. Мы оказались ниже планки 1.30 и круто, потому что это тот самый рубеж, который был своего рода водоразделом. и нахождение сейчас ниже этой планки не выстилает скажем так ковровую дорогу для того, чтобы пара снизилась еще ниже и канавис укрепился, но уже явно подкрепляет наше с вами намерение реальностью того, что происходит. Позволяет снова помнить об отчетах, которые мы ожидаем с вами в пятницу. Это статистика по инфляции, ровночным продажам, которые еще больше должны помочь канадцу. Значит, мы говорим об актуальности прежних ориентиров по паре доллар-канадец на отметке 1.25-1.26. Евро против доллара протестировал сопротивление 1.17, но откатилось. Не нашли мы, скажем, поддержки для этой идеи в виде слабого доллара, поэтому попытались немного повалиться в фундаменте относительно прогресса по Brexit, который не такой уж и прогресс на самом деле, и говорили о том, что сейчас европокупатели ставят на преодоление долгожданно итальянского кризиса, в частности, большие надежды на план бюджета, который будет представлен 27 сентября, то есть следующий четверг, и вроде бы как позволит убрать с повестки обсуждение серьезные риски для евровалюты в виде экономического кризиса в Италии. но не нужно говорить ГОП, друзья, я думаю, что очень много еще случится, в том числе и негативного, и все-таки даже если у нас не будет возможности с интересом каким-то вернуться к итальянской теме, все пройдет довольно спокойно и без каких-либо интересных водных, мы все равно будем говорить о росте доллара, и не нужно будет умилять влияние, принижать значимость восстановления американского доллара в плане отдачи на рисковых инструментах. Конечно же, риск пойдет вниз, и европейская валюта в числе этих инструментов. Приоритет остается за короткими позициями. Фонд против доллара, в принципе, то же самое, очень многие сейчас верят еще в прогресс по Брекситу, я признаю, что верят на основании источников, скажем, первоисточников, потому что в конце прошлой недели Барнье, который является, скажем, министром вопросов Брекзита от Европейского Союза, говорил о том, что прогресс будет достигнут в ближайшее время еще на основании того, что удалось договориться по границе Северной Ирландии. Но ничего подобного, друзья, потому что все, что я нашел в плане новостей вчера, явно говорит о том, что понятия не имеет ни ЕС, ни Англия, как осуществить, скажем, таможенные, как проводить дальнейшие таможенные проверки, не совсем по непонятным границам, которые якобы обсуждались. Но, другими словами, ирландская тема, граница остается краеугольной, нету ясности, понимания, и в конце концов мы с вами можем убедиться в этом, сможем убедиться чуть позже, когда пройдет следующий этап переговоров, кстати, он состоится уже в конце этой недели. Думаю, что будет еще возможность понегативить с британцем, поэтому стараюсь находить больше для вас аргументов, чтобы вы воздерживались от длинных позиций. Сегодня, кстати, выйдет отчет в 11.30 по московскому времени по инфляции в Англии, соответственно, если мы увидим то, что индекс потребительских оцен окажется ниже, чем динамика роста зарплат, то у Банка Англии будет еще на возможность придержать свою решительность относительно повышения процентных отставок, а без роста процентных отставок фунт будет лишен еще одного потенциального катализатора. То есть здесь я планирую тоже выражать больше профита через коррекцию, нежели чем ставить на напускной позитив, основанный на долгожданном прогрессе по Брекзиту. Друзья, это что касается основных валютных инструментов, думаю, мы разобрали, их как всегда уложились в наши 20 небольших минут, соответственно, остается пожелать вам только прибыльной, хорошей торговой сессии, как и всегда, контролируйте риски, это очень важно, это ваша ответственность, скажем так, и поскольку вы несете ответственность на сохранность ваших депозитов, вы должны, конечно же, использовать все инструменты, которые позволяют в том числе и ограничивать потенциальные убытки, даже несмотря на то, что, казалось бы, фундамент, который мы с вами анализируем, он и явно указывает на то, что актив должен двигаться вот в конкретном, строго спланированном, спрогнозированном направлении, но зачастую рынки, прежде чем определиться с трендами, показывают эти коварные, динамичные движения, которые на на площадках называют пилой, и не нужно, опять же, оказываться вот в этом распределении быков и покупателей, не нужно реагировать на всплески волатильности, нужно просто знать, что вы хотите получить от валютного инструмента и почему. Как раз в этом нам и помогает фундамент. На этом все, всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok